Правительство Германии поможет Запорожской области в улучшении социальной инфраструктуры. Областной совет, облгосадминистрация и проект под названием «Развитие социальной инфраструктуры в связи с увеличением количества внутренне перемещенных лиц» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках при поддержке немецкого правительства будут реализованы пять комплексных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Запорожской области. Запорожская область сегодня один из лидеров по привлечению инвестиций, а также лучших европейских практик для развития. Проект «Развитие социальной инфраструктуры в связи с увеличением количества внутренне перемещенных лиц» – одна из инициатив инфраструктурной программы для Украины и реализуется по поручению правительства Германии федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit в регионах с наибольшим количеством переселенцев в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. «Мне очень приятно, что данная организация ГИС выбрала именно проекты и направления. Это помощь и внутренне перемещенным лицам, которых у нас в области около 100 тысяч только зарегистрированных, и те объекты социальной направленности, которые выбрали для, скажем, помощи и выполнения работ, выбранные, скажем, общими усилиями и подходами». «Когда мы в прошлом году встречались с Олегом Флиттером здесь, в областном совете, и давали ряд своих пожеланий и хотений по объектам, которые бы мы хотели вместе от вас получить помощь, мы не думали, что так быстро мы сможем приступить к подписанию документов». «В цем году в Схитной Украине за поддержку Немеччини будут реализованы 17 проектов, спрямованих на развитие громадянского общества». «В рамках подписанных соглашений в Запорожской области проведут ремонт пяти социально важных объектов. Это Таврический дом инвалидов, Любецкий психоневрологический интернат, Бердянский психоневрологический диспансер, Бердянская санаторная школа-интернат, областной детский противотуберкулезный санаторий в Запорожье. Считают, улучшение социальной инфраструктуры окажет положительное влияние на всю громаду, и в частности, на внутренне перемещенных лиц, которые нашли здесь свой новый дом». Спасибо.